Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу рассказать о важнейшей теме, не дай бог, чтобы это кого-то коснулось, но сами понимаете, миллионы людей имеют эти проблемы и всё это только молодеет. Итак, это онкология. Я расскажу сейчас, постараюсь очень кратко сделать, хотя это сложно. Я два раза уже записывал это видео, оно даже монтировалось, но то одно мне не нравилось, то другое решил записать заново. Я постараюсь сделать как можно короче. Понимаю, люди сейчас любят прям за минуту, чтобы им всё рассказали. Это невозможно в данной теме. Я постараюсь сделать как можно короче и дать ссылки на более подробное изучение этой темы. Значит, теперь смотрите. Я расскажу, во-первых, что такое онкология, каковы причины образования рака, расскажу, какие меры необходимы и разумны, то есть, собственно, это и есть главная тема, план действий при, не дай бог, но постановке данного диагноза. Какая профилактика может быть у тех, у кого ещё всё в порядке, что называется в этой теме, но есть предрасположенности и что, собственно, делать, чтобы не было никогда онкологии. Ну и методы лечения, в том числе, главное, комплексные методы, что нужно учесть, чтобы как можно эффективнее и быстрее прошло лечение. И ещё что делать, если всё-таки химию назначили. Итак, давайте с самого начала. Что такое рак? Ну, рак, если совсем говорить кратко, это процесс нарушения бесполого деления клетки, то есть, метозы в процессе деления клеток, в процессе жизни клеток накапливаются ошибки под воздействием свободных радикалов, иных факторов, канцерогенной пищи и так далее. И отделения к делению накапливаются до тех пор, пока не возникают аномальные деления с новыми свойствами, клетки становятся агрессивными, обособляются, ну и, соответственно, уже ведут себя как чужеродные. Это как бы сама фактология. На то много причин. Я подробно советую посмотреть в лекции 9 причин болезней. В самом начале этой лекции я рассказываю о вот этих факторах, которые вызывают болезни. Принцип один. Разные болезни – это всё равно болезни организма. Это единые причины. И первая причина, вообще первая причина – это накопление гнойных токсинов и трупных ядов, которые как раз в первую очередь действуют на процессы нарушения деления клетки и накопления в них ошибок. В результате токсичных отравлений и других своих проявлений. Это потом. Теперь, значит, много теорий существовало. Свещевый, слезевиков и что вирусное. Раньше в науке преобладало, что это вот работа вирусов, там Эпштейн-Бара и прочих. Но суть в том, что на самом деле это всё не так. В своей лекции «Грибки-паразиты» и других я подробно рассказывал доказательно. И наука фунготерапии уже давно доказала, что рак – это как вторичные причины, да, не первичные, а уже вторичные, но ощутимые, явные. Это грибки микромицеты. То есть, это дрожжевые плесневые грибки. Не путайте с грибами высшими, базидеальными. Что такое высшие базидеальные грибы? Грибы, начиная от сыроежек, мухоморов, белых грибов и там до более экзотических шитаки, там рейши и так далее. А низшие грибки – это батритис, аспергилиус, вот эти плесневые, дрожжевые там грибки. В природе только высшие грибы выделяют вот действующие вещества полисахаридов и танцидов, которые подавляют рост низших грибков, иначе бы экосистема, биосфера, планеты Земля была бы давно уничтожена. А грибки являются редуцентами в экологии, разложителями. Вот отмерших частей трупов животных, которые не съели, хищники, там опавших миллионов тонн растений и так далее, и так далее. Так вот, имейте это в виду. И вот этот баланс держится природой. Поэтому наши предки знали давно, что грибы и травы – это лечебные средства. И наука, когда стала развиваться в фармацевтической корпорации, вот это все и так далее, стали вытеснять старые знания, хотя еще в середине XIX века активно их применяли. Но сейчас во многих странах мира, во многих научно-исследовательских институтах и медицинских учреждениях применяют официально в лечении, в том числе онкологии, многие высшие базидиальные грибы. Разработаны давно уже и препараты, то есть чистые формы тех или иных действующих веществ. Например, полисахарид, лентинант, грибы шитаки и так далее. Кстати, посмотрите обязательно видео «Гриб шитаки» и «Гриб веселка» хотя бы у меня на канале. Еще один очень важный момент. Как я вижу, а я вижу это в 99% случаях, рак эволюционирует, если так можно назвать. Вот если у человека уже есть онкология, я спрашиваю, скажите, у вас были в детстве гнойные ангины? Да, были, говорят почти все. И даже, говорят, многие во взрослом состоянии. Я говорю, так понятно. Кандида, кандидоз, да, 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 другие грибки, да, у кого-то другие. И дальше у кого-то киста, у кого-то полип, у кого-то миома, фиброма и так далее, а потом уже рак. Вот именно так это и происходит. Это грибковые поражения, дорогие товарищи, грибковые поражения. Причина рака, вторичные причины – это грибки. Первичное – это накопление гнойных токсинов, трупных ядов, неадекватное питание, образ жизни. Другие факторы, вторичные – это грибки. Когда уже организм ослабеет, когда они берут верх над организмом, и вот тогда происходит эта самая метаморфоза, что называется. Ну, а далее развитие уже онкологии. У жены были какие-то доброкачественные опухоли? Кисты, миомы, полипы, фибромы? Нет. Кандида, системный кандидоз. Есть кандида? Да, я думаю, есть. Ангины были в детстве? У нее ангины – это вот была больная тема ее детской болезни. Когда исследовали, она в детстве очень сильно болела ангинами. Очень сильно. Понял. Теперь, я и говорю, эта цепочка видна и так. Папилломы есть? Да, папилломы есть. Так, теперь по сотовому телефону. Да, вот эта, во-первых, опухоль была в височной доле или нет? Да, правая. Да, как раз телефон. Последние два года вообще у ней не отходил от телефона. Телефон Wi-Fi. Все понятно. Бесконечные, значит, вампи, созвоны. Все стандартно, как я и говорил. Дураки слушать не хотят. Ну, ладно. Скажите, а теперь как-то изменилась с телефонами ситуация? Да, безусловно. То есть Wi-Fi убрали по телефону. Говорит крайне редко. Ну, по крайней мере, стараюсь я за этим следить. Естественно, я у вас на выставке покупал нейтроники. Нейтроники, да. Везде ставьте. На все, что только есть. Я имею в виду. Телевизоры, мониторы, там, ноутбук. Плюс, ну, по громкой связи, естественно, разговаривают. Операций никаких в жизни не было? Аденоиды удали, Аль. Аденоиды давно? Ну, это в детстве. В детстве, когда маленькая была. Вы болели инойными ангинами в детстве? Ну, скорее всего, да. Потому что ангина часто была. Вот, ангина была. Это вообще ужасная вещь. Потому что, как правило, я вижу абсолютно тенденцию вот эту, что у вас в 99%. У всех почти. Вообще у всех. Обычно это так происходит. Есть какие-то обострения или хронические, или с детства идущие проблемы, ослаблен иммунитет. И на фоне ангин и прочих некоторых заболеваний возникают, например, потом уже, когда человек, ребенок растет, взрослеет. У него начинаются, допустим, те же глады, аденоиды. Там, например, кандидоз. Потом, так сказать, это, например, полипы, кисты или миомы, или фибромы и так далее. А дальше, как говорится, вот и онкология. Потому что это взаимосвязанная цепочка логическая вот этих поражений грибками и микромицетами. Так, кисты, миомы, полипы, фибромы. Кисты вообще у меня всегда. Кисты поликистоз у меня, яичников. Так что же вы не сказали. Да, детство буквально. Ну, юношиство. Кисты, потом, вот, значит, там кисты, потом кисты вокруг, ну, не на щитовидке, а вот рядышком, как бы, вот там они. Вот. Ну, то есть, там две кисты, они говорят, что это ничего страшного. И кисты у меня, как ни странно, они под зубами у меня, под корнями зубов. Обалдеть, вот. Чисты возникают. То есть, у меня какая-то, я так думаю, склонность к образованию кист в организме. У вас просто поражение грибковое, тотальное, идущее с детства, вот и всё. Гнойные ангины были? Да. Понятно. Творог, сыр ели? Ела, но сейчас уже не ем. Не, ну, понятно. Когда перестали? Я перестала, вот, конкретно, где-то, наверное, с зимы с этой ели. Понятно. Ну, ничего удивительного нет, то есть, совпадение нескольких. Гланды миндалины удаляли? Удаляли гланды. Да, или миндалины. У кого-то из них из горла, который, не знаю. Теперь идём дальше. Планы действий. Предположим, не дай бог, но обнаружили у кого-то онкологию. Что нужно делать? Безусловно, всесторонние обследования в медицинских учреждениях. Анализы крови, общие, биохимические, онкомаркеры. Там МРТ, КТ, всё, что необходимо, смотря где рак, какое предположение, необходимо комплексное обследование. Второе, нужно пройти, конечно же, исследование на метастазирование. Нет ли метастазов ещё? Пока от этого будет врачом, онкологом назначена методика лечения. Дай бог, чтобы не было. Как, кстати, проверяется? И сразу скажу, что из этого следует. Поражаюсь, почему люди сами до этого не догадываются. То есть, вот эту и логическую цепочку, что называется, сказал А, а Б не говорят. Ну, что я имею в виду? Вот на чём основан метод точный, абсолютное определение метастаза. В глюкозу, раствор добавляется определённый изотоп. Человек выпивает тёплое, чтобы быстрее всосалось в желудки и, главное, в кишечнике, в кровь. И во все ткани пошло. А вот раковые клетки во много раз больше, чем любые остальные клетки нашего организма, накапливают глюкозу, поедают. То, что у них ускоренные обменные процессы, энергозатратные. И здесь гликолиз, вот этот, так сказать, и глюкозный обмен энергетический, они как раз им только и живут, да. И поэтому они поглощают огромное количество глюкозы вместе с метками. Потом человека просвечивают и видят уже, что, где у него скопление, где точки горящие, какого размера есть. Это точное определение количества и качественных показателей метастаза. Так вот, а что из этого следует? А из этого следует первое, что не дай бог, нельзя есть ничего сладкого. Надо не дать возможность нормально жить, развиваться раковым клеткам. Остальные клетки нашего организма спокойно могут перейти на жировой тип энергообмена. Ну, только не новомодный кетос, который сейчас и везде рекламируют, где мясо и жир животный, а веганский кетос. Потому что высокомолекулярные белки, дорогие друзья, вот эти самые животные белки, причинят гораздо больше вреда в долгосрочной перспективе, чем, соответственно, вот та польза, которая от кето-диеты объективно и есть. Ну, так вот, это отдельная тема, я её отдельно в видео, да, обязательно освещу. А сейчас продолжаем вот эту логическую цепочку. Значит, смотрите. То есть, сладкого ничего. Не только синтетических сахаров. Это на всю жизнь забудьте об этом. Никому нельзя есть. Даже здоровому человеку не крадите свою молодость и безболезненные годы. Нужно убрать из рациона все сладкие продукты, включая фрукты. Да, временно хотя бы, на несколько месяцев, полгода, но надо. Ну, оставить можно чёрные ягоды, такие как черника, голубика, лесная желательно. Да, чёрная смородина или красная смородина. Красная, что ещё? Брусника, брусничная вода. Это, пожалуйста, клюква. Это можно в ограниченном количестве, небольшом. Свекольный морковный сок максимум, что можно оставить. Как можно больше зелёных коктейлей и так далее. Но я немного пока отвлёкся. Итак, мы говорим об обследовании. Полное, всестороннее всё, что врач назначит. Дальше будет некий консилиум, понятно. Будет установлен точный диагноз и будут назначены рекомендованы лечения. Вы вправе принять это, либо отказаться, разумеется. Поэтому вы должны знать по максимуму информации. Вот я вам сейчас это всё объясняю, чтобы вы могли проанализировать и либо дать хороший совет, либо лично там уже, если это постигло, решить, что делать. То есть только вы управляете своей судьбой. Вы ни на кого не перекладываете ответственность ни на врача, ни на других. И вот что дальше нужно сделать. Дальше нужен глубокий анализ, аналитика. Нужно собрать по максимуму все данные, какие есть варианты альтернативные, совместные и так далее. Я же сейчас скажу об оптимальном. И так, конечно же, очень часто необходима операция. И это разумно. Потому что потом бороться с маленьким количеством раковых клеток проще, чем с огромным количеством. Поэтому иногда операции по большей части необходимы. Если метастазирование, если рак неоперабельный, назначают химиотерапию. Химиотерапия или лучевая, ну она действительно иногда нужна. Но обычно 3-4 первых курса, они очень эффективны. Потом у раковых клеток возникает резистентность. А раковые клетки, дорогие друзья, это именно грибки-микромицеты, которые ведут себя. Вот раковая клетка, метастазы, раковая опухоль, ровно как грибница, как мицелий, как грибки. И вот поэтому эффективность лечения, применяя фунготерапию, несоизмеримо выше, чем если этого не делать. Более того, есть тысячи примеров, когда люди излечиваются от рака. И на серьёзных, уже последних стадиях бывает и такое. На грибных препаратах, травах. Ну конечно, здесь желательно и даже необходимо изменить её образ жизни и питания и так далее. Так вот, далее. Если вы решите химиотерапию, сразу даю вам совет. Есть такие грибы санхвантрометасы, трутовик лиственничный. Применяя которые, сейчас высветится, как это применяется на экране, да, в данном случае. Если назначена химиотерапия, то можно сделать большой плюс для вас для решения проблемы. Да-да. То есть, химиотерапию действительно стоит применять. Особенно первые 3-4 курса. Что происходит потом? Если оставлять её, просто химиотерапию, дальше. Ну, во-первых, уже изменений нет практически. Первые 3 курса, 4, дадут сильное подавление раковой опухоли или метастазов, уменьшение. А постепенно, когда возникает резистентность химически, эти вещества через мембраны раковых клеток уже перестают проходить. То тогда результативность падает и либо назначают химию уже другими веществами. Но помните, что цитостатики любые, они уничтожают не только раковые клетки, они подавляют и другие клетки нашего организма. Они подавляют иммунные клетки, иммунитет, и тогда любое воспаление лёгких или там расхода может свести человека на тот свет. Ну, и полное ослабление, потеря питательных веществ и так далее, и так далее. В общем, поэтому врачи бывают, что и не назначают химию, понимая, что человек не выдержит, при том, что у него какие-то ещё заболевания есть. А, как правило, у человека всегда, кроме рака, есть ещё много заболеваний, если уж он дожил до рака. Это не первая стадия какой-то болезни, это уже завершающий этап, когда организм достаточно перегружен другими проблемами. Итак, химиотерапию, если всё-таки применять, а можно её применять с умом, тогда я даю чёткую и точную рекомендацию. Применяйте, но за две недели до всю химиотерапию и после две недели надо применять вот эти грибные препараты. Если вы будете их применять, то тогда вы не только усилите, я подчёркиваю, усилите действие химиотерапии, иногда в разы эффективность, но при этом иммунитет не будет страдать, практически убиваться не будет. Есть тому множество примеров. Один из таких ярких на моей памяти, когда женщина из США, из Америки, родственники её к нам приехали, купили разные препараты, в том числе думали, что будет химия. Скорее всего, врачи уже назначили, я сказал, тогда берите это на весь период химии, они взяли всё с гигантским запасом и где-то через год звонят, решили сделать, вернее, консультацию. Ну и, соответственно, мы консультацию проходим, я, конечно, всё это не помню, тем более лично с женщиной с этой не общался, она рассказывает историю. Говорит, вот у вас тогда покупали, прочее, ну и что расскажите было. И врачи дали впервые, как они сами даже признались, 30, примерно там 30 курсов химиотерапии. А почему так много смотрят? Ну да, уменьшается, уменьшается, эффективность есть, а иммунитет крепкий, не ослаблен, но они дают ещё, ещё, ещё. В итоге убили раковые клетки, раковые опухоли, и женщина просто решила провести консультацию и профилактический курс продлить, такой маркерный и так далее. Ну, соответственно, я рассказал эту историю. Таких историй очень много. Дело в том, что не просто так фунготерапия, а я подчеркну, это наука, которая изучает лечебные свойства высших бездиальных грибов. В основном фунготерапевты сейчас идут, и вот мои коллеги, это в основном врачи-онкологи. Есть среди них и профессора-онкологи, которые перешли в фунготерапевты, понимая, что это единственный, комплексный, если подход, то это единственное средство, эффективное. Потому что, да, применяли, вы скажете, Акани, Тедикам, там и прочее, АСД, там два. Дорогие друзья, послушайте, я понимаю, что в журналах ЗОЖ всё это вычитали, но я скажу по статистике, по фактам, что одному это помогает из ста, да, и то мы не знаем, какое стечение обстоятельств к этому привело. Но потом это как бы тиражируют, рекламируют, и потом люди, веря в это, вроде бы как написали, ну, пытаются то же самое применить, а не получаются. Это так же, как вот у Филипповой, у одной знакомой был отец, он там прочитал где-то про пижму, а его врачи умирать домой выписали, четвёртая стадия, по-моему, рака желудка. И он стал пижму пить только настой не столовыми ложками, а по 2-3 литра, в сотни раз превышая концентрацию. Он прямо её жаждал, хотел, ну, вот такое стечение обстоятельств, назовём это так. Так вот, он полностью вылечился и жил там, по-моему, лет 20 после этого. Что? И что, всем теперь приниматься за это? Нет, это неправильно. Это не системный подход. Я же сейчас говорю о подходе системном, серьёзном. Что это такое? Это те логические доводы и действия, которые официальная медицина предлагает. Но дополнительно применять те средства, хотя, конечно, есть те люди, которые говорят, категорически не буду, пожалуйста, это ваш выбор. Таких людей очень много было. И многих людей выписывали домой умирать, и когда они, что называют, цепляясь за последнюю соломинку, начинали применять определённые, да, назначенные специалистами курсы фунготерапии, плюс ещё травы, предположим, там, изменили питание, там и так далее, то многие излечивались, и таких примеров масса. Ну так вот, значит, что я хочу сказать дальше. Вот что мы говорим о профилактике, да, когда мы говорим о профилактике и о лечении, здесь идёт примерно об одном и том же. Вам надо учесть три группы факторов важнейших. Первое. Надо обеспечить организм вообще всеми питательными веществами, какие только есть на планете, какие только могут даже теоретически понадобиться организму, тем более, когда он ослаб, когда иммунная система подавлена, когда она борется и не хватает каких-то питательных веществ, здесь крайне важно устранить этот дефицит. Что нужно сделать для этого? Моя лекция «Дисбактериоз», чтобы сейчас это всё не рассказывать, полная 50-минутная лекция. Посмотрите её. Речь идёт о трёх суперпродуктах, так называемых, в составе которых есть всё. Это фукус, опророска пшеницы, спирулина. Да, при анализах нужно дополнительно сдать на B12 гомоцистеин. Если гомоцистеин повышен, то B12 дефицит, даже если он показан по анализам как норма. Такое бывает. Особенно при употреблении большого количества зелени с витамином, большим количеством фолиевой кислоты и так далее. Короче говоря, посмотрите мою лекцию в этом случае. Б12, она так и называется. Исчерпывающие ответы. Далее. Проростки. Обязательно амарантовые. По 2-3-4 столовые ложки уже пророщенных проростков. Семи, восьми, шестидневных есть до еды или вместо еды долго разжёвывая. Проращивать как что. Всё в этой же лекции «Дисбактериоз» рассказано. Дальше переходим. Не волнуйтесь, что касается витамина B17. Вы наверняка про него слышали. Лайтрил. Всё достаточно, потому что в спирулине соки проростка пшеницы, его много. Можно, конечно, брать косточки абрикосов по 20-30 дней. На ночь их промывать несколько раз и в воду класть. Они набухают. И на следующий день есть вместо еды или до еды. Итак, мы не едим ничего сладкого. Всё, только овощи, зелень, как можно больше зелени, зелёные коктейли, смузи зелёные без сладкого. И жиры. Авокадо, масло, льняное, кунжутное, органовое, холодного отжима первого. И чтобы не прогорклое, свежее и быстро при открытии бутылки выпивать. Бутылки хранить в холодильнике, чтобы минимум окисления было. Орехи. Кедровые лучше всего, но можно и другие. То есть, более-менее это кето-диета, да, можно сказать. Но какая? Веганская. Потому что высокомолекулярные белки, то есть животные белки, в первую очередь, причинят гораздо больше вреда. Многие врачи разумные даже не берутся лечить онкологию при том, что если человек будет, продолжает есть мясо. Про это сейчас не спрашивайте, не протестуйте, те, кто впервые на мой канал пришёл. Если хотите, под видео, то есть, посмотрите, я оставлю. 15 видео, чтобы была полнейшая картина мира, как всё это происходит, почему ваша вера, а это не теория, не знания, а вера в то, что мясо естественно, необходимое, энергия, белок там и так далее. Почему это всё страшная, несусветная глупость? Вы послушаете, если захотите разобраться, а если просто будете писать глупости или там претензии предъявлять, просто буду банить, чтобы вы нервы мне не тратили. Так, идём дальше. Итак, вы выбрали либо химиотерапию, если она назначена врачом, либо просто лечение, если вам делают операцию, наблюдают. Просто дальше врачи говорят, будем наблюдать. Тогда всё, меняйте кардинально питание, применяйте сразу маркерный курс первые 2 месяца, 3 даже, который указан, разобран подробно у меня в лекции гриб-весёлка. Посмотрите его, там идёт речь о чём. Гриб-весёлка водорастворимая форма, гриб-шитаки водорастворимая обязательно форма, гриб-рейши, свечи-шитаки и свечи-весёлка. Обязательно первые 3 месяца. Но лучше пройти, конечно, консультацию специалиста фунготерапии. Я тоже имею диплом фунготерапевта. Я в тяжёлых случаях консультируюсь с моими коллегами, с профессорами от медицины и фунготерапевтами совместно. Значит, соответственно, выбирается курс серьёзный лечения, который вы, соответственно, если сочтёте нужным, будете, можете придерживаться. Отрицать официальную медицину нельзя. Более того, вам же всё равно необходимо раз в месяц в тяжёлых случаях или раз в 2 месяца, но делать анализы. И те же самые исследования, которые показали какие-то отклонения от нормы, пересдавая анализы, мы будем видеть тенденцию. То есть к улучшению, к изменению и корректировать методику лечения. Почему это и правильно делать всё-таки под присмотром, что называется, специалистов, а не самостоятельно. Хотя, конечно, я рассказываю в своих лекциях как самостоятельно тоже, но это отчасти. Там нужно учитывать сотни нюансов. И вот поэтому введите дневник, дорогие друзья, вот при любой болезни разлинуйте листочек на левую-правую часть, слева пишите то, что, например, субъективно кажется, показалось, справа то, что точно, результаты однозначно. И поможет это, в первую очередь, вам для дальнейшей мощной аналитики. Так, теперь, второй пункт, да, какой нужно учесть системой вот в этом глобальном подходе. И это убрать из своей жизни все вредные факторы, насколько вы это сможете сделать. Какие? Ну, во-первых, опять-таки, отсылаю вас к моей лекции «Девять причин болезней». Все эти девять групп факторов влияют отрицательно, либо положительно, смотря, принимаете вы их или не принимаете, на ваше здоровье, долголетие и вообще жизнь в целом. Так вот, что кратко сейчас скажу. Электрические розетки, если они находятся рядом с вашей кроватью, либо кровать переставляете, либо берите алюминиевую фольгу, складываете раз 5-7, прикладываете к этой розетке и заклеиваете по периметру алюминиевым скотчем, чтобы предотвратить электромагнитное воздействие вот этих полей на вас во время тем более сна, когда этого просто, ну, самое страшное категорически допускать нельзя. Это первый момент. Второе. Спать необходимо обязательно с 11 вечера до 3 утра. Это должна быть глубокая фаза сна и в полной кромешной тьме. Только тогда и только при этих условиях вырабатывается гормон мелатонин, который является противораковым гормоном. И они только для того, чтобы дети росли. Гормон роста в том числе нет. Вырабатывались, чтобы, да, гормоны роста нет. Не для этого, не только для этого. Но это ещё и мощный гормон, важный, который регулирует другие гормоны нашего организма. Это учесть необходимо и важно. Поэтому думайте, как сделать так, чтобы из окон ночью свет, даже рассеянный, тусклый, не попадал к вам в комнату, где вы спите. Ну, про другие все банальные вещи говорить не буду. А это видео, где перечень болезни, кстати, обязательно, потому что там разжёваны более детально другие сферы жизни. Чем больше, помните об этом, вредных факторов вы своей жизни уберёте, тем легче и быстрее будет выздоровление. Это же логично. А третья группа факторов, которые вам нужно учесть, это конкретные вот эти методики лечения грибными препаратами, травами, совместно с медициной, потому что это совместимо. Более того, с травами фунготерапия совместима. У нас вот также есть, например, противоопухолевый сбор, который в своё время такой известный до революции лекарь был, Бадмаев, который царскую семью лечил. Так вот, по его рецепту составлен вот этот набор противоопухолей, который применяется и при доброкачественных, и при злокачественных опухолях тоже можно дополнительно ввести в приём, в систему, в общую методику. Итак, подводя итог, что я хочу сказать. Помните, что доброкачественные опухоли – это первый сигнал. Они перерастают в злокачественные. Учтите это, и вот уже необходимо сейчас принимать меры вам, пока это гораздо будет легче сделать, правда, не быстрее, потому что доброкачественные опухоли, кисты, миомы, полипы, фибромы, они лечатся даже дольше, чем порой, бывает дольше, чем злокачественные. Почему? Потому что доброкачественные опухоли меньше снабжены кровеносными сосудами. Кстати, когда они начинают активно разрастаться, кровеносные сосуды, вот эта доброкачественная опухоль переходит в раковую. И если раковая опухоль сильно снабжена густой сетью кровеносных сосудов, то тогда и питательные вещества туда быстрее, легче поступают, конечно же, Но и лекарственные. Вот поэтому раковые клетки можно, если правильно подобрать методику, лечить достаточно эффективно, а доброкачественно и дольше. Но, тем не менее, они, конечно же, лечатся. Это в среднем от полугода до года. Бывают случаи полтора. В запущенных случаях поликистоза различного и так далее. Значит, но помните, это всё лечится. И посмотрите мои лекции такие, как вот все вот эти по онкологии, плюс пищеварение, очищение и то, что я порекомендую под данным видео по ссылкам. Нажмёте ещё, откроются ссылки, посмотрите, потом не поленитесь. Ещё очень важный фактор. Дорогие товарищи, значит, вот почитайте книгу, я советую всегда это делать, «Гарбузово иона водорода лечит рак». Он врач, он здесь в этой книге очень подробно эти процессы описывает. А некоторые считают, что водород в воде – это всё ерунда. Да, вот вообще водород, как это может быть, если это H2O? Люди, которые вообще не знают ни физику, ни химию, и не буду про это говорить, грубо тем более не хочу. Значит, я советую прибор «Аквапен». Вот это лучший, самый мощный генератор водорода, концентрация водорода здесь максимально из всех существующих в мире персональных генераторов водорода. Посмотрите вот это видео, и вы всё поймёте. Помимо этого, если возможность финансовая позволяет, конечно, я рекомендую спокапсулу приобретать и, конечно же, «Аквадок», мощнейший, проточный. Не только генератор водорода и ОВП, но этот прибор называется антиоксидантным комплексом. Он меняет основные, почти все физико-химические свойства воды до необходимых клетки нашего организма. Вот если вы будете потреблять водородную воду, то это уже 15-20 минимум процентов к излечению, к успеху. И также помните, что вода будет более активной, кровь будет разжижаться, питательные и лекарственные вещества легче и быстрее переноситься до каждой клетки организма. Это одни плюсы. Значит, это вот учтите тоже. Обязательно к общей системе методики лечения. Те супердобавки, которые я рекомендовал, натуральные, растительные, естественные, природное сырьё, это смотрите лекцию «Дисбактериоз». Учтите это обязательно. Проростки также обязательно учтите. Итак, вы меняете питание, образ жизни, мысли. Вы верите в то, что вы вылечитесь. И вера, уверенность, основанная не просто вот на желании такого самообмана сладкого, а на понимании правильности тех шагов, которыми вы идёте, и результаты, которые вы знаете, что будут, которым вы идёте, непременно это дополнительные проценты к излечению. Однозначно, уверенность, настойчивость, трудолюбие. Тут потрудиться, дорогие товарищи, над собой, конечно же, придётся без труда, как говорится, но вы знаете, и здесь тем более. Итак, вода, максимально чистый воздух, ионизированный воздух, есть такая возможность, ионизаторы приобретайте, потому что дополнительно вот эти отрицательные аэроионы будут примерный эффект, как около водопада или, скажем, хвойном лесу, да, кедровники, допустим, и так далее. Примерно тот же эффект. Значит, учтите это. Все факторы здесь положительные и важны. Ну, думаю, что я, если что-то и забыл, то я дополню это в своих других видео. Обязательно смотрите их. Это не последняя лекция на эту, в том числе, тему. Тема очень обширная, важная. Уж тут изучите всё, что есть по данной тематике. У меня есть видео, по-моему, штук пять на эту тему. Вот обязательно их посмотрите. Значит, если вы захотите записаться на индивидуальную консультацию, пожалуйста, ссылочка будет под этим видео внизу, в самом, будет обязательно. Пишите в комментариях вопросы, какие-то комментарии иного рода. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, нажимайте, если вы хотите не пропустить мои новые видео, которые будут выходить на моём канале. И захотите одним из первых их увидеть и посмотреть. Ну, соответственно, наверное, всё на этом. Да, в завершение хочу сказать, что, естественно, всё, что я перечислял, грибные препараты лечебные, фукус, там сок пророскопшеницы, спирулины, всё-всё-всё, что я называл и на что ссылался, есть. И вы можете приобрести, купить это у нас на сайте нашем nadgard.ru. Будьте уверены, что это свежайшие и неподдельные препараты, товары, продукты, которые мы отправляем в любую точку мира. Ну и, соответственно, приобрести это можно только на нашем сайте nadgard.ru. Заходите туда, выбирайте товар, заходите, оформляйте заказ. И, собственно, там логистика вся очень понятная, всё просто и вопросов, в принципе, не возникнет. Заранее их точно уж не задавайте, всё разберётесь. Уверяю вас, как это разбираются и оформляют заказы огромное количество людей и проблем с заказами у них с оформлением и получением не возникает. Схема эта отработана. Ну, в завершение хочу пожелать вам крепкого здоровья, в начале, конечно же, здравомыслия, глубокой аналитики, беспристрастной. Поймите, что в природе есть все лекарства, все натуральные средства, чтобы быть, жить, существовать данному виду, миллионам тех или иных видов животных, особей. Потому что природа – это гармоничная целостная система, в ней также есть всё необходимое, чтобы не заболеть. Но мы люди, погрузившись в этот неестественный искусственный мир, всё больше поверив в химическую индустрию и меньше верим природе. Мы думаем, что мясо – это естественная наша пища, то есть мышечная ткань трупов убитых животных, хотя по морфологии, то есть внешнему виду строения, анатомии, внутреннему строению нашей биохимии, мы ни на сколько не являемся плотоядными существами и даже всеядными. Хотя съесть можем что угодно, как в природе, впрочем, любое животное практически может съесть всё, что угодно, но только будет ему же от этого хуже. Понятно, что в критических ситуациях не до выбора, но у любого живого существа есть видовой тип питания, у человека это плоды, но плоды сейчас, к сожалению, во-первых, бедны минералами и многими другими важными питательными веществами, а также есть другая глобальная проблема – это гиподинамия наша. Поэтому вот углеводная диета, растительная, живая, имеет свои недостатки только в этом аспекте, вернее, в двух, которые я только что назвал. Но это отдельная тема, не буду сейчас этого касаться, увидимся в других видео, всё расскажу подробно. Дорогие друзья, ещё раз крепкого здоровья вам, вашим близким, и не дай бог, чтобы не было этих болезней, но мы, как говорится, своими руками куем своё будущее, своё счастье и также вилкой ложкой копаем себе могилу. Давайте приближаться к здравомыслию хотя бы и жить по законам природы. Всего хорошего, до свидания.